На мемориальном кладбище советских воинов в посёлке Дергачи собрались родные Ивана Яцуненко, представители общественности, юнормейцы, руководство Нахимовского района. Свою заслуженную золотую звезду Героя Советского Союза Иван Карпович получил лишь спустя 10 лет после освобождения Севастополя. Все эти годы он считался погибшим. Когда началась Великая Отечественная война, 18-летний солдат Яцуненко в отряде пограничников удерживал оборону в районе Перекопа. Получив серьёзное ранение, Иван Карпович попал в немецкий лагерь военнопленных, откуда трижды сбегал. В мае 1944-го юнормеец был одним из тех, кто освобождал Севастополь. Во время знаменательного штурма Сапунгары Иван Яцуненко был пулемётчиком. Но на середине склона оружие вышло из строя. Молодой человек взял автомат товарища и пошёл дальше. В боевых действиях, когда ситуация меняется ежесекундно, волею судьбы Ивану Яцуненко пришлось взять на себя ответственность за штурмовой флаг. Солдат, нёсший знамя, упал. Первая мысль была не автомат, а подхватить знамя. Что он сделал и пошёл с этим знаменем дальше, вышел на гребень Сапунгары, не будучи раненым даже. Выбрав достаточно хорошее место, там была груда камней. Он установил его на гребне. Но немцы, видя Красное знамя, естественно, стали поливать его огнём и три раза его сбивали. Иван Карпович устанавливал его трижды на то же самое место. В боях на улицах Севастополя Иван Яцуненко уничтожил 25 немецких солдат и офицеров. 14 человек взял в плен. Тогда же красноармеец был тяжело ранен и контужен. Попал в госпиталь, после чего никто из сослуживцев не видел его, поэтому и посчитали пропавшим без вести. Сам Иван Карпович дальше служил в стрелковых частях. Освобождал Европу. После окончания войны красноармеец вернулся в родное село в Джанкуйском районе. А в начале 1950-х годов кто-то из сослуживцев Ивана Карповича Яцуненко увидел его имя в списке погибших на плитах у памятника 51-й армии на Сапунгаре. Тогда они обратились к бывшему командующему 51-й армии генерал-лейтенанту Якову Крейзеру. Он помог восстановить историческую справедливость и подписал наградной лист Ивана Яцуненко. В 1960-х годах герой Советского Союза вместе с семьёй переехал в Севастополь. В 9 лет где-то, 9 или 10 лет, 25 лет тогда победы было, меня отец взял на парад. И вот представляете, все молодые, столько много медалей, все молодые. И мне запомнился только один момент, когда они шли, звук металла. Жих, жих, жих. И вот это я запомнила на всю жизнь. Подвиг Ивана Яцуненко видели все, кто когда-либо бывал в диораме «Штурм Сапунгары» 7 мая 1944 года. Отважный красноармеец запечатлён на живописном полотне. Художникам нужно было выбрать кого-то одного. Этот человек, и художники об этом знали, трижды бежал из плена, куда он попал, будучи раненым и контуженным в первый раз, в период боёв в Крыму в 1941 году. Трижды бежал из плена. И не был убит полицаями. Он прошёл 500 километров в 1944 весной для того, чтобы соединиться с наступающими частями 4-го Украинского фронта. Вот он был такой, в хорошем смысле, бесшабашный человек. Для него существовала только та цель, хорошая цель, к которой он шёл. Собравшийся на митинге по четыре минуты молчания память Ивана Карповича, в том числе красные гвоздики на могилу, возложил его внук, пошедший по стопам героического деда. Семья героя живёт в городе, освобождённом от немецко-фашистских захватчиков, в том числе благодаря отваге их отца, деда и прадеда, красноармейца Ивана Карповича Яцуненко. И город-герой растёт и помнит своих защитников и освободителей. Маргарита Борисенко, Юрий Реутин, Севинформбюро.